Фиксация нужна для соединения балок между собой. Кстати, конкретно эта балка станет последней между первым и вторым пролетом восьми пролетного путепровода. Ее поставят уже сегодня. Для дальнейшего монтажа конструкции необходимо закончить работы с третьей опорой. Сейчас рабочие бетонируют внутренности третьей опоры и демонтируют опалубку из фанеры. Она необходима для создания правильной формы столбов. Подобная работа ведется и на другой стороне. На трехпролетном путепроводе на сегодняшний день выполняются работы по омоноличиванию продольных швов балок пролетного строения, также к устройству шкафной стенки на опоре номер 2. Также параллельно мы продолжаем засыпать опоры. Объем там очень большой, поэтому работы много. Каких-либо сложностей, по словам инженеров, нет. Поэтому уже к концу июля все 22 балки на восьми пролетном путепроводе, скорее всего, смонтируют. После начнутся работы по устройству монолитной проезжей части. Она у нас будет на первом и на втором пролете. Монолитная проезжая часть. Займемся ее армированием и последующим бетонированием. На пролете 3-4 проезжая часть запроектирована из сборных железобетонных плит. В настоящее время завод-изготовитель начал их изготовление. И к середине июля мы начнем получать уже готовые плиты. Вместе с созданием проезжей части начнется постепенное сращивание моста. И свой черновой вид он приобретет уже к середине августа. Также параллельно с этим будут идти дополнительные работы по расширению проезжих частей перед мостом, чтобы убрать эффект бутылочного горлышка. Для этого уже заранее начали разрабатывать котлован для подпорных стенок. Причем с обеих сторон. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.